Продолжение следует... Мы все знаем, что несмотря на то, что руководство таких государственных структур, как Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура Российской Федерации, декларирует усилия по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями при существовании должностными лицами своих служебных обязанностей, случаи злоупотребления своим положением являются, к сожалению, системными. И в связи с тем, что имеется явное несовершенство уголовно-процессионного законодательства в нашей стране. По результатам проведенного круглого стола по данной теме в городе Екатеринбурге, мы приняли решение дать больше времени на вопросы и ответы. Поэтому ту информацию, которую мы хотели до вас довести на первом этапе данной конференции, разрешите, я зачитаю, чтобы больше времени осталось на вопросы и ответы. По результатам обращения в общественную приемную мы можем сделать вывод, что ситуация с злоупотреблениями своими полномочиями при существовании своих должностных обязанностей не претерпела, к сожалению, кардинальных изменений в сторону улучшения. Наоборот, пользуясь своей процессуальной безнаказанностью, должностные лица ранее упомянутых структур продолжают обвинять заведование виновных граждан в совершении преступлений, которых никогда не было. Поэтому вынужден провести данную пресс-конференцию с участием представителей СМИ и нанести существующую проблему до граждан РФ, до руководства страны, до руководства Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и депутатам Государственной думы. Чтобы не быть голословным, мы сегодня в качестве характерного примера разберем деятельность скандально известного следственного отдела по городу СССР, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области на примере двух заявлений о преступлении. Хочу обратить внимание, мы как ученые, занимающиеся наукой в области уголовного процесса и имеющие адвокатский стаж более 20 лет, будем опираться только на факты, подтвержденные документами, которые имеются в нашем распоряжении. Мы все знаем, что произошло с Брезгином Андреем Тимофеевичем, офицером, отцом шестерых детей, который выступает за традиционные ценности и является лидером борьбы с лицами, пытающихся под благодовидным предлогом насадить в Российской Федерации псевдо-ценности западной ювенальной юстиции. Брезгин Андрей Тимофеевич, пытаясь спасти хотя бы свою самую младшую дочь от ночных действий незнакомого мужчины, обратился в правоохранительные органы и до принятия процессорного решения, как отец обеспечил безопасность дочери. Но должностными лицами в течение 7 месяцев по подозрению в развратных действиях в отношении у младшей дочери не была опрошена мать, в доме которой происходили так называемые ночные массажи при свечах, не был опрошен мужчина, которого познала его младшая дочь Варвара, как обнаженную мужчину, которая по ночам скакала на животике. Андрей Тимофеевич в связи с этим активизировал свои действия с целью выяснить, кто стоит за умышленным саботированным проверкой по его заявлению по подозрению в развратных действиях в отношении его дочерей. Чтобы не допустить реальной проверки заявления Андрея Тимофеевича по подозрению в развратных действиях в отношении его дочери, было возбуждено уголовное дело по ст. 127 Уголовного кодекса РФ. То есть, напомню, кто не знает, уголовное дело по незаконному лишению человека свободы не связано с его похищением. Не вызывает сомнения, что возбуждение данного уголовного дела имеет своей целью давление на Андрея Тимофеевича. При этом следователям было известно, что родная дочь Андрея Тимофеевича Варвара находится у своего отца по ее желанию. Варвара была опрошена сотрудниками Следственного комитета с привлечением педагога. Варвара пояснила, что хочет жить с папой, ее никто не удерживает, то есть не решает свободы. Однако, это не становило следователем Следственного отдела по городу СССР. Также подозрительно, что следователем не становил даже тот факт, что девочка, по их версии, была лишь на свободе, но не на их территории, где они имеют право возбуждать какие-либо уголовные дела. Заинтересованы лица возбуждения закона уголовного дела и не скрывали, что они используют давний спор с бывшей супругой с целью, чтобы при помощи Следственного комитета оказывать на Андрея Тимофеевича давление, в том числе и для того, чтобы он прекратил общественную деятельность, направленную на помощь Донбассу, инвалидам и прекратил обречать ценности западной ювенальной юстиции и лиц, активно продвигающие эти так называемые ценности на территории Российской Федерации. Андрей Тимофеевич выяснил, кто реально стоит за тем, чтобы не проводилась проверка его заявления по факту подозрения в разрадных действиях в отношении его дочери и продолжил изобличать лиц, активно продвигающих ценности западной ювелирной инститции на таких интернетных сусах, как, например, ВКонтакте «Батя против нежицы», «Нежити», «Отцовский контроль» и других. Андрей Тимофеевич вначале не придавал, к сожалению, значения угрозам физической расправы и угрозам, что если он не остановится, то в отношении его будут фальсифицировать любые уголовные дела с целью заключения его под стражу, чтобы он не мог заниматься своим расследованием и общественной деятельностью. Противники Андрея Тимофеевича, реализуя задуманное, используя бывшую жену как орудие в своих корыстных интересах, стали при помощи своих связей и дальше реализовывать на практике свои угрозы. Для этого в следственном отделе по городу Сосель, в следственном управлении, в следственном комитете Российской Федерации по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства его живой дочери, которая проживала с ним, так как она не хотела участвовать в ночных действиях с чужим обнаженным мужчином. То есть, представляете, девочка четко об этом говорит и на видео, которые есть в общедоступном доступе, и следователи об этом знают, но это, к сожалению, их не останавливает. Чтобы Андрей Тимофеевич Брызгин физически не мог бороться за безопасность своей дочери и выявлять коррупционную связь, а также не мог заниматься общественной деятельностью, следователь, когда известно следственное дело по городу СССР Сергеенко, под руководством полковника Минина, придумал, как сделать из Андрея Тимофеевича, отца шестерых детей, убийцу своей живой дочери, для того, чтобы даже суд поверил, что он монстр и убийца. Для этой цели ему было предъявлено обвинение, где подробно описаны повреждения, которые якобы он нанес дочери, от которых она скончалась, и якобы он труп своей дочери спрятал. При этом следователям было все равно, что якобы убитая дочь обращается к следователю публично в сети, что папа ее не убивал. Это видео также имеется в общедоступном доступе и, соответственно, имеется дата, когда это видео дочь разместила в сети. Но суде СССРского городского суда, так же как и следователь, было все равно. Им было важно уважить просьбу знакомых следователей и заключить Брюсгена Андрея Тимофеевича под стражу. Даже прокуратура города СССР пыталась обратить внимание суда, что нет ни единого доказательства того, что живая дочь Андрея Тимофеевича мертва. Парадокс. Живая, мертва. Представляете? Что нужно доказывать? Приходится нам доказывать в суде. Так же как и нет никакой экспертизы трупа, установившей, что повреждения ребенку состояли, как они пишут в обвинительном заключении, причина следственной связи со смертью реально живого ребенка. Но странным образом судья СССРского городского суда Шадрина ИИ при продлении меры пресечения посчитала, что вина в инкриминируемых Андрею Тимофеевичу деяниях уже доказана. То есть судья при разрешении вопроса содержания под стражей практически вынесла обвинительный приговор Андрею Тимофеевичу. Но как мы знаем при живой дочери о том, что он убил дочь еще таким изощенным способом. Ну вы понимаете, как можно теперь верить СССРскому суду, если мы знаем, что девочка жива, а суд указал, что доказано, что Андрей Тимофеевич ее убил, да еще описанным следователем Сергеенко способом варварским. В скандальном известном следственном отделе по городу СССР Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области под руководством полковника Минина происходят и другие странные случаи. Если кому-то надо, то в следственном отделе по городу СССР выносятся и иные странные, но совершенно противоположные предыдущим процессуальные решения. Для этого рассмотрим материал проверки номер 131 ПР-21 от 23.04.2021 года. Это для сравнения с делом Андрея Тимофеевича Борезгина в том же следственном отделе. В следственном отделе по городу СССР Следственного управления Следственного комитета Российской области под руководством полковника Минина Михаила Алексеевича, проводя проверку, не увидели вообще каких-либо приступов преступлений, несмотря на то, что имеется установлена фальсификация материала проверки сообщения преступлений с целью не возбуждать уголовные дела. Проводя проверку, полковник Минин посчитал, что никакого преступления нет, даже после того, как сотрудники полиции фактически признались, что действительно они вынесли умышленное постановление об отказе возбуждения уголовного дела на основании сфальсифицированных материалов. То есть в следственном отделе по городу СССР Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области считают нормальным, когда по заданию гражданина подозреваемым преступлением и известных криминальных кругах под кличкой «фермер» материалы фальсифицируются с целью не привлечения его к уголовной ответственности, потому что он баллотируется депутатами. После этого сфальсифицированные материалы проверки передаются для контроля руководству МВД и прокуратуру, видимо понимая, что никто тщательно не осуществляет ведомственный контроль в отделе полиции СССР, а также прокурорский надзор по результатам рассмотрения заявления преступлений. Затем, чтобы скрыть фальсификацию материал проверки, материал просто похищается с отдела полиции, то есть закрытое помещение. То есть это не просто с какой-нибудь квартиры, а с отдела полиции. И по результатам изучения этих действий Следственный отдел по городу СССР, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, выносит постановление об отказе уголовного дела. То есть мы здесь видим, возбуждается уголовное дело по факту убийства живой дочери, еще таким защищенным способом, при том, что дочь жива. И здесь видим, когда нужные люди совершают, как мы все понимаем, определенные действия, которые можно квалифицировать как минимум кражу, закрытое помещение, статья 158. И здесь просто пробу не где ставят. Но при этом те же следователи, тот же руководитель в том же отделе выносят постановление об отказе уголовного дела. Понимаете, да? Что творится в нашей стране. Ну мы делаем вывод, что нам сложно поверить, что следователь делал все подобные, вот и по Андрею Тимофеевичу Близгину подобные действия, выносил процессуальные решения и по, соответственно, по описанному сейчас служению, без контроля высшестоящего руководства Следственного комитета. Потому что если бы они знали, что это они сами делались, они бы боялись выносить подобные решения. Значит, мы можем предположить, что это санкции высшестоящего руководства Следственного комитета. Лица, которым общественная деятельность Близгина Андрея Тимофеевича стоит, как говорят, поперек горла, неоднократно фастались, в том числе в сети, что имеют коррупционные связи в самом руководстве Следственного комитета Российской Федерации. И как показали дальнейшие события, это похоже, к сожалению, на правду. После того, как уголовное дело Близгина Андрея Тимофеевича попало, акцентирую внимание, всего лишь на один день к независимому следователю в другой Следственный отдел Следственного комитета, независимый следователь в течение дня попросил сотрудников, осуществляющих оперативную помощь, привезти к нему якобы убитую, согласно выводам следствия СССРского суда, дочь Андрея Тимофеевича. Он с Якову этой девочкой побеседовал, ему хватило одного дня понять, что Андрей Тимофеевич обвинен в преступлении незаконно. Понимаете? Ну, даже после этого он еще неделю находился в СИЗО и до сих пор в отношении его рассматривается уголовное дело по статье 127, похищение своей родной дочери, которая сама сказала, что она хочет проживать с ним. И, кстати, в сети имеется очень много видео, которые выкладывал, в том числе, мать или полиции, где они спокойно передвигаются, отдыхают, катаются на различных каруселях и так далее, в торговых центрах. То есть мы сами понимаем, что статья 127 предполагает в данном случае те действия, когда лицо закрывается в каком-то помещении, не перекрывается и таким образом лишается свободы. То есть если лицо передвигается, то мы понимаем, что это в любом случае не составляет в данном случае преступление, которое квалифицируется по части 127 УК РФ. То есть следователи этого не могут не знать. Значит, соответственно, мы можем предположить, что они так безбоязненно осуществляют такое уголовное преследование, именно в том числе, возможно, с указаниями из Москвы определенных лиц, которые, я думаю, вы на сегодняшний день осветите, да? Лица, которые могут быть причастны к преступлениям. Андрей Тимофеевич Брезгин, выйдя из СССР, продолжил добиваться от следствия проверки по его заявлению по подозрению в совершении разрастных действий в отношении его дочери с целью обеспечения безопасности. Кстати, скажу, что заявление было написано в августе 2021 года. Мы знаем, что если бы это никто в данном случае не хотел замять, дело было бы возбуждено в течение недели. Как минимум. До сих пор ни мать неопрошенных, где проходили эти действия, ни тот мужчина, которого она опознала на фотографии. То есть вообще, то есть понимаете, да, что происходит? Больше года. Сегодня уже 17 число. А заявление было, по-моему, написано 10 августа 2021 года. На данных пресс-конференции, к сожалению, могло бы и не быть, если бы заказчики уголовных дел в отношении Брезгина Андрея Тимофеевича не перешли просто от угроз его убить к фактическим действиям с целью запугать и заставить его и его соратников отказаться от общественной деятельности и деятельности, направленной военные лиц, заинтересованных в сокрытии ночных действий неизвестного мужчины в отношении его дочери. Опьяненные тем, что следствие делает все, что им нужно, и уверенность в своей безнаказанности, они перешли от устных высказаний к физической реализации своих угроз. Был сожжен автомобиль Корнеева Демида Владимировича. Он, к сожалению, не мог приехать по работе, даже зарегистрировался уже на самолет и, к сожалению, вынужден был вернуться. Он бы предоставил достаточно много документов, которые он хотел озвучить на данной конференции, а не находятся у меня. Поэтому, если кого-то эта тема заинтересует, я готов вам их просто передать. Я буквально одну секундочку отвлеку и прошу прощения, что перебиваю. У Демида аналогичная ситуация, такая же проблема с бывшей женой и, соответственно, проблема с ребенком. То есть, когда человек тоже стал бороться с ребенком, как настоящий родитель, как настоящий отец, и в итоге получил вот такую ситуацию. Да, продолжу. Был сожжен автомобиль, который Корнеев Демида Владимирович предоставил Андрею Тимофеевичу документы, подтверждающие, что дочь Андрея Тимофеевича, переданная следственной матери, может находиться в обществе, в котором есть вышедший по УДО человек, осужденный по пункту Б, части 4, статьи 132 УК РФ, за нацистные действия, сексуальный характер в отношении 11-летней девочки. То есть, мы понимаем, то есть, он пытается спасти и каким-то образом хотя бы провести проверку по поводу того, что какие-то подозрительные действия похожи на разрадные действия в отношении ее малолетней дочери, при этом следствие отдает опять ребенка матери, при этом ее даже не опрашивают, и Демид Владимирович передал документы, как раз и приговор суда, что в обществе матери находится как раз такой человек, который был осужден за надественные действия как раз в отношении малолетних детей, и следствие ничего не делает. При этом брат Андрея Тимофеевич написал заявление с просьбой проверить и обеспечить безопасные действия девочки, готов был даже, когда Андрей Тимофеевич находился под стражей в СИЗО, готов был даже обеспечить, как дядя, обеспечить ей безопасность проживания вместе со своей женой, но даже ответа нет, прошло больше месяца, даже ответа нет. Мы понимаем, да, как минимум хотя бы в течение 30 дней они могли бы провести проверку, хотя бы отписку, даже не пытаются прикрыться и даже не боятся того, что их могут привлечь за то, что они не отвечают положенный срок, не говоря о том, что что-то возбудить, то есть когда надо, они возбуждают, даже за убийство живой девочки, когда надо, они даже не проводят проверки. Вот, так ситуация выглядит таким образом, что заказчики реализации своих угроз, похоже, наняли лиц, обладающих навыками диверсионной деятельности и имеющие в своем распоряжении соответствующие оборудование для дистанционного срабатывания пиротехнического или взрывного устройства. Данный вывод можно сделать после просмотра видеозаписи совершения умышленного поджога автомобиля. Дмитрий Владимирович подал заявление, сам вынужден был ходить, видео в ближайших, соответственно, камер собирать, и я лично смотрел, и там четко очевидно, что пожар вспыхнул в одном месте, потом по дорожке пошел в этом мире, и в это время никого не находилось. То есть что это было взрывное устройство, вы понимаете, не каждый может иметь дистанционные взрывные или иные пиротехнические устройства для того, чтобы совершить диверсию. Ну, прекрасно понимаете, это было 27 июля, то есть до сих пор уголовное дело не возбуждено, жду это не экспертизу. Ну, вчера я был лично у сотрудника уголовного розыска, которому дали проверку, говорю, ну, а что мы, будем ждать, когда экспертиза, потом возбудим. Я говорю, так преступник, если или там преступник, это совершенно, и уже пешком могут дойти до Киева, спокойно. То есть они здесь отработали, получили деньги, выполнили свою какую-то диверсионную задачу и просто ушли, а понятно, для вас это висяк. То есть понимаете, да, что у нас происходит, даже когда у вас, даже в МЧС, сотрудник, который проводил проверку первичную областы и так далее, написал документ, свой вывод, что имеются все признаки преступления, предусмотренные статьей, предусмотренные в статье, в статье, в статье УК, это умышленное повреждение имущества. То есть та же он, то есть человек, который не обладает познанием в этом, и это не ее дело, то есть ее дело сделать выводы, именно которые должны делать сотрудники МЧС. Ну, вы как понимаете, в сложившейся ситуации у нас нет оснований надеяться, что сотрудники правоохранительных органов одумаются и будут действовать, не будут действовать на руку преступникам, которые перешли уже от устных угроз уже к фактическим угрозам. Имеющиеся проблемы в уголовном законодательстве Российской Федерации, предоставляющие возможность должностным лицам злоупотреблять своими служебными полномочиями и позволяющие при желании обвинить любого непонравственного человека в преступлении, которого даже не было, с целью заключить его под стражу. И вот эту проблему уже на протяжении нескольких лет изучает мой коллега, доктор юридических наук Рудич Валерий Владимирович. Он сейчас готов озвучить конкретные предложения, которые позволят значительно сократить лазейки для корруппированных должностных лиц. Пожалуйста, Валерий Владимирович, передаю слово. Спасибо, Александр Борисович. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте мне именно так к вам обращаться. И поскольку мы здесь совместно собрались в этом зале, значит, у нас есть интересующие совместные вопросы, значит, нам есть что обсуждать. Действительно, как сказал Александр Борисович, я посвятил достаточно большой период лет изучению вот этой вот тенденции, да, когда человека закрывают в СИЗО, практически по надуманным предположениям, вот. И, естественно, озадачился, как практик в первую очередь, озадачился тем, как противостоять этому, и что необходимо предпринять, и какие предложения можно вынести, да, для того, чтобы вот этот вот механизм был свомлен. По этому поводу мной было написано более ста научных работ, которые уже опубликованы, вот. Но чтобы не утомлять вас ни научной, ни специальной терминологией, я, исходя из результатов своего исследования, коротко, но очень ёмко сейчас назову основные элементы предлагаемого у мной состязательного механизма, да, и укажу основные условия, при которых он работает, которые нужно создать. Вот. А после этого я любезно попрошу вас активно включиться в диалог, задавать все интересующие вас вопросы, и с удовольствием своих ответок, так же, как и мой коллега, я дам все необходимые пояснения и выскажу собственное мнение. Итак, дорогие друзья, я попрошу единственное включить слайд, он уже включен. Вот. Итак, дорогие друзья, элементами состязательного механизма применения мер пресечения, которые я обосновываю, которые я предлагаю внедрить на сегодняшний день вообще во всю уголовно-процессуальную уголовно-правовую сферу и в уголовное судопроизводство России состоят в следующем. Первое. Это правовые стандарты. Справедливые. Какие такие правовые стандарты? Это справедливое судебное разбирательство, равенство сторон, состязательного сторон и так далее, и так далее. Я сейчас озвучу коротко, еще раз повторю, да? А вы потом можете мне задать все уточняющие вопросы, я вам раскрою их более детально. Следующий элемент. Это обоснованность подозрения. Далее. Уголовный иск. То есть, что подразумевается под этим? Судебно-исковой способ проведения, приведения в действие механизма применения мер пресечения. Правовое положение участников судебной процедуры применения мер пресечения. То есть, обязательное участие каждого. Никаких, грубо говоря, заочных решений и так далее, и так далее. Человек должен иметь право донести до суда свою позицию, предложить, вернее, предоставить свои доказательства. Формирование доказательств, опора, в результате которых делается и техника доказывания, на предоставление сторонами сведений и фактических данных, которые могут стать доказательствами только после исследования их в суде и придания им процессуальной формы. То есть, никакое доказательство, собранное следствием или адвокатом, не должно иметь никакого приоритета, тем более являться процессуальным доказательством как таковым. Таким оно может и должно стать только после исследования его в суде. Основание применения решения. Следующее. Право суда применять одновременно несколько мер пресечения с целью выбора оптимального варианта и достижения эффективности применения мер пресечения при соблюдении баланса публичного и частного интереса. Почему я говорю о неком комплексе применения мер пресечения? Для того, чтобы этот комплекс помог исключать фактически постоянно избираемую одну и ту же меру пресечения, такую как содержание под стражей. То есть, это как раз вот такой комплекс, который должен быть альтернативой такой мере пресечения. Прошу приводить. Я хотел бы обратить внимание, что если первоначально суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения, такой как заключение под стражу, при продлении меры пресечения судья уже фактически первоначальный вердикт суда воспринимает как приюдицию. И если не будет никаких значительных изменений, то суд, как правило, в 99 случаях оставляет человека под стражей, независимо от того, что даже суд убедился, что он не виновен. То есть, для них это приюдиция. Понимаете, да? Что это означает, о чем хотел Смолея Владимирович сказать. Он кратко, конечно, сказал. Продолжим. Значит, условия, определяющие основу для создания и работы в основном механизма применения мер пресечения, относятся независимость суда, причем должна быть соблюдаться как объективная, так и субъективная независимость суда, основанная на принципе разделения исполнительной и судебной власти и введения нового института следственного судьи. Следующее. Верховенство права. Переход на социзательный тип уголовного процесса. В выведении деятельности сторон обвинений и стороны защиты за рамки процессуальной деятельности следственному форму правоприменения следует заменить системой судебных производств. Деятельность правоохранительных органов должна осуществляться в форме полицейского дознания, при которой стороны могут собирать и предоставлять в суд сведения, фактические данные, которые изначально не могут представлять собой готовые процессуальные доказательства. Прокурор должен являться единственным субъектом правопритязания искового требования о применении к обвиняемому подозреваемому меры пресечения. Необходим переход на судебно-исковую модель предъявления обвинения и применения мер пресечения. При решении вопроса о применении меры пресечения следственным судьей должен осуществляться контроль квалификации предъявляемого обвинения с целью недопущения квалификации с запасом. Процедура при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения должна проходить в порядке главы 37 УПК РФ И единственным основанием изменения указанного порядка судебной процедуры может быть согласие самого обвиняемого на применение к нему предлагаемой органом обвинения меры пресечения Тогда решение может быть принято в васовом порядке в рамках предусмотренной главой 40 Хотел бы добавить от себя, уважаемые коллеги, то что предлагаемый мной механизм, хотя он сейчас и звучит вроде бы как-то, да, там справедливость, еще что-то Но я еще раз говорю, у вас у всех есть возможность задать мне вопросы по данным моментам и я все вам раскрою, потому что в рамках одного такого короткого доклада я не могу вам раскрыть все свои 7 лет работы над этим механизмом Тем не менее, я хочу сказать, что это единственный сегодняшний механизм, который обеспечивает, первое, он обеспечивает именно создание системы сдержек и противовесов в обвинительной и судебной власти И обеспечивает участие непосредственно лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность, да, именно по соседзательной схеме, по соседзательной системе Вот, этот механизм применения меры пресечения позволяет решить еще одну очень важную задачу, как я уже сказал Это разделение исполнительной и судебной власти и создание действительно независимого суда Также предлагаемый мной механизм крайне отличается от того судебного контроля, который существует сегодня в рамках уголовного судопроизводства России Дело в том, что сегодня мера пресечения, применяемая по судебному решению, происходит следующим образом То есть принятие решения происходит следующим образом Следствие обращается с ходатайством в суд Суд осуществляет, повторяю, лишь контроль формальной правильности, предоставленных следствием документов И фактически решает вопрос по следующей схеме, где следствие обращается к нему с следующим вопросом Суд разрешит нам сделать то, что мы уже решили Вот что происходит Имея общеизвестные ограничения, суд не имеет права вообще вторгаться ни в вопросы квалификации, ни в вопросы обвинения, ни в вопросы вообще изучения материалов уголовного дела Я думаю, что для вас, для очень многих, может быть не секрет, но для обычных людей нашего государства будет удивлением, когда я скажу Что следователь самостоятельно обосновывает свое ходатайство И он отдает суду только те документы, которые он считает нужным Более никакие документы суд не имеет права даже затребовать Как вы думаете, к своему ходатайству какие документы следователь предоставит? Да те, которые, безусловно, ему выгодны, и те, которые обеспечивают удовлетворение его ходатайства о выборе меры пресечения Но ужас истины, а вот и не это звучит так, веритатес террор, я даже хочу повторить вам эту фразу, которая уже стала крылатой, и она используется очень многими после того, как я ее произнес в научных кругах Что такой судебный контроль, который сейчас у нас существует, он создает в обществе с помощью юридической техники лишь иллюзию защищенности Которая на самом деле не соответствует тому настоящему судебному контролю, тому настоящему судебному механизму, который должен быть и должен существовать и должен действовать при принятии таких важных решений, как ограничение конституционных прав граждан Поэтому, безусловно, вот эти вот изменения, над ними необходимо работать для того, чтобы их внедрить в жизнь Я сегодня готовлю ряд законопроектов, вот, и, естественно, я буду работать с законодательными органами, с органами исполнительной власти для того, чтобы это все проделать Вот, и, безусловно, сразу скажу, я обращаюсь к вам, потому что понадобится в этой работе и ваша помощь Помощь общественности, помощь СМИ, помощь тех людей, которые столкнулись с этой проблематикой реально И которые понимают, что действительно нужно менять в нашем обществе Спасибо вам большое, уважаемые коллеги, за то, что вы разрешили мне вот так вот чуть-чуть раскрыть то, о чем я хотел сказать Вот, я с большим удовольствием сейчас передаю вам слово Пожалуйста, задавайте все необходимые вопросы Какие у вас есть, я готов, как и мой коллега, ответить на все интересующие вас вопросы Дать свои пояснения, вот, и, безусловно, буду рад, если у вас получится хорошая, серьезная дискуссия Которая будет полезна и в плане науки, и в плане, естественно, практики А самое главное, она должна иметь своей целью изменение нашего уголовного судопроизводства Чтобы оно стало действительно и обрело человеческое лицо Спасибо, слово вам